всем привет мои хорошие с вами Айка Эмили и сегодня мы с вами будем кушать 5 кусочков тортика который мы приготовили с мамочкой сами точнее мама приготовила я снимала рецепт будет в инфобоксе переходите готовьте готовится очень просто здесь банан творог и печенье буквально за 15 минут без выпечки очень просто и легко обязательно приготовьте ставьте лайк видео на Айкуке потому что для мамы это очень важно а мама это главный человек на земле также у нас здесь с вами киви хотя в комментариях часто пишут что сочетание бананы и киви это не лучшее сочетание для пищеварения и так далее но я ем эти фрукты вместе у меня никаких проблем не бывает поэтому опять же смотрите по своему организму у меня все окей поэтому я буду кушать потому что безумно люблю и киви и банан тортики с бананом это вообще моя слабость вкусняша у меня здесь чай и обсуждать мы с вами будем тему домашнего насилия я поставил опросник в инстаграме и никогда у меня в жизни такого не было и каждый можно сказать третий вопрос был про интервью регина тодоренко как она высказывалась насчет того что вот женщины которые подвергаются домашнего насилию это просто типа актрисы и все такое они сами виноваты в этом интересное рассуждение на и честно я всегда была как бы фанаткой можно сказать региночки в том плане что у нее и семья и работа и успешная и все 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 ребят как это вкусно это просто идеальное сочетание продуктов так вот честно я в шоке от ее высказывания я считаю что она в корне не права говоря о том что женщины сами провоцируют эти всякие конфликты ей просто повезло с мужем и что влад на нее не поднимает руку хорошо к ней относится и она просто не была в такой ситуации когда действительно мужчина тиран и дай бог она никогда и не будет потому что неправильно так говорить неправильно обвинять женщин слабый пол и говорит что вообще женщины они являются провокаторами и так далее я всегда поражаюсь тому что женщина не умеет поддерживать женщин ладно бы в лад топил женщин да он мужчина но почему-то у нас повелось так что женщина не умеет поддерживать свой пол там потом гламур отняли у нее звание женщина года я считаю что правильно сделали это раньше ребята как филипп киркоров да можно было оскорбить журналистам искать я звезда и все а тут здесь сила как раз таки заключается в подписчиках и когда ты несешь какой-то бред это правильно что ты сталкиваешься с таким хейтом один раз кстати я тоже сталкивалась и правильно сделали люди что не знаю заходите ли меня я крайне как бы была удивлена потому что мне всегда казалось что егена такой божий одуванчик и она не может и муха обидеть когда такие высказывания вы слышите ну понятное дело что это все дело забудется все вернется в округи своя знаете у меня бабушка она тоже всегда говорит о том что вот открыто говорит что мужчина должен бить жену но моей бабушке 90 лет я всю жизнь с ней всегда спорю что если твою дочку поизбил твой зять это нормально она такая ну пусть дочка не ведет себя так чтобы ее избили и тут сразу у меня знаете такой вопрос к бабушке а наш дедушка бил тебя он такой да нет господи упаси никогда он был образованным человеком врачом очень этичным человеком был мой дедушка кстати никогда когда за все 40-50 лет совместной жизни никогда он не поднимал на нее руку то есть почему там о том что женщина просто так кричат о том что избивают и они сами провоцируют почему-то эти выводы делают люди которых никогда мужья не били и естественно это многим не понравилось то есть мне тоже очень не понравилось потому что я всегда за женщин и я не понимаю когда женщина топит женщину ну в общем я была в шоке от этого интервью и прям знаете мне негатив теперь к этой паре не знаю какое время это будет продолжаться но как-то мне резко разонравилось от нее еще писали что отписались очень много народа я не была подписана знаете есть истории которые ты никому не можешь рассказать у меня тоже есть такая история я никому я не рассказываю может быть когда нибудь я вам расскажу но в детстве не то чтобы я подвергалась насилию но в общем были ситуации не от родителей то есть не от брата у нас был больной один сосед но видимо он был больной вот в общем я не хочу об этом говорить но когда нибудь я обещаю вам что я расскажу об этом что происходило со мной когда я была совсем маленькая и очень обидно что люди которые вот так вот кричат и обвиняют кого-то ты дура говорит ты берешь камеру посмотрите просто это интервью меня прям вообще меня распирает клянусь от этого ты дура говорит ты берешь камеру и рассказываешь о том что тебя избивают а извините меня видео это единственное доказательство того что тебя действительно избивают когда нибудь я вам расскажу историю которое которое со мной происходило давно лет 15 назад в которой честно мне самой стыдно себе признаться в этой истории ну в общем не будем об этом я считаю что ни при каких условиях мужчина не имеет права поднимать руку на женщину легенда такая говорит а сколько мужчин избивают женщины сколько мужчин умирает от рук женщин может мы еще поговорим о том что надо ввести статью что женщина изнасиловала мужчину то есть а то как то не честно получается то есть если женщина изнасилует мужчину это для мужчины будет его знаете фантазии и так далее а для женщины это будет стресс на всю жизнь то есть неправильное рассуждение вообще но я просто считаю что если человек действительно раскаивался раскаялся а в данном случае в случае Регины это действительно произошло я считаю что она действительно переосмыслила это все и поняла что она была не права потому что у нее там пост в инстаграме о том что она извиняется за свои слова я считаю что если человек осознал что он не прав то можно его простить да можно сказать очень вкусный тортик ребята я просто говорю на другую тему не могу хвалить обязательно переходите приготовьте потому что очень вкусно легко быстро у нас есть дальние родственники они живут в кусарах и в общем так получилось что муж пришел с работы и увидел что женщина она ему изменяет и что он сделал обычно кавказский мужчина должен был взять ее за волосы не знаю зарезать его ее и так далее но человек настолько воспитанный и культурный он просто выпроводил обоих очень культурно развелся и этого дама как раз таки она столько бегала за ним что прости меня пожалуйста у них было трое детей и я считаю что настоящий мужчина вот он то есть тебе изменили тебя предали зачем не знаю там избивать убивать резать позорить и так далее прозвелся пошла она и все сейчас он женат на наши родственницы у них все шикарно замечательно а вот эта его бывшая жена до сих пор мечтает с ним помириться знаете самое сильное оружие это безразличие просто он настолько холоднокровно просто закончил с ней и все пошла ты мне такая жена не нужна чем там сидеть что-то там потом в тюрьме сидеть за убийство и так далее зачем портить свою жизнь вы знаете я столкнулась с хлебом Хейтам один раз я сказала в видео, что у нас был родственник, он был такой урод, там кривые зубы, кривой нос. И я увидела в комментариях, что Айка, зачем ты так говоришь, это некрасиво, нельзя людей осуждать за внешность. Я просто посидела и подумала, и поняла, как же я все-таки не права. Мне кажется, иногда вот этот хейт, как никогда, кстати и вовремя. Айка, то есть ты осознаешь, что ты действительно не прав, я надеюсь, что в случае Региночки тоже она поймет, насколько она не права и насколько своими словами она обидела других людей, людей, которые подвергались такому насилию. Она говорит, что жертву специально выбирают таких мужчин. Ну блин, идеальных мужчин немного. И как-то с кем-то жить надо, как-то замуж выходить тоже надо, детей рожать надо. Дорогие мои, я наелась, съела 5 кусочков, было очень вкусно. Там в комнате еще остались кусочки для мамы, так что не переживайте. И запомните, если мы сами не научимся защищать себя, защищать женский пол, если мы сами будем топить друг друга, то нас никто никогда уважать не будет. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, будет очень интересно почитать и порассуждать. Берегите себя, любите и берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok